Я приветствую всех. Мы начинаем наш митинг. Он неблагочисленный, но, как это говорят, нас мало, но мы в сильняшках. Во всем мире во время кризиса налоги понижаются, и только в России налоги повышаются. Для чего? Мы полагаем, что только для того, чтобы развалить до конца экономику, только для того, чтобы разрушить до конца Россию. И мы знаем, что почти, наверное, все чиновники высшего уровня, их семьи, проживают в странах НАТО. И это говорит о том, в интересах кого все законы принимаются. А мы, так как мы живем здесь, заинтересованы в том, чтобы эти законы все отменить. Друзья, уже не первый раз приходится выступать под дождем, и не первый раз от 40-градусной морозы, в разную погоду, не останавливать никаким образом. Сейчас вы можете видеть, что мы здесь, мы стоим, мы отставили нужные права. Хоть война, хоть дождь, хоть что-либо еще. Для нас есть святые вещи, правой человек, а социалист, правильство, братство. Ура! Ура! Мы не согласны с так называемым пенсионным геноцидом. Это никакая не реформа. Ее надо отменять. Я так понимаю, в этом году, как мы уже обсуждали с товарищами, появляются реальные люди, которые уже пострадают напрямую от этого геноцида. То есть им в этом году исполнилось 60 лет, но они уже не могут претендовать на пенсию. Насколько нам известно, в Новосибирской области в этом году будет порядка 23 тысяч человек. Я призываю всех этих людей отстаивать свои права. Помимо этого, отстаивать права тех граждан, которых это ждет впереди. Подавать в суды. Понимаете? Не молчать. Не соглашаться. Это пенсионный геноцид. Нас загоняют в какое-то стойло. С этим нельзя смириться. То есть у нас, с одной стороны, идет патриотическая риторика внешней политики и совершенно какой-то, я не знаю, я уже сформулировал, либеральный фашизм внутри. Совершенно какими-то безумными ценами на энергоносители. На любой ресурс, понимаете? Бензин стоит, но неоправданно высоко в нефтедобывающей стране. За все товары платим в три цены. Тарифы вздуты, задраны. Зарплаты низкие. Кредиты, которые существуют, под огромный процент. Увеличение НДС. То есть все делается для того, чтобы народ не думал, не мог очнуться, не успевал подумать. Занимался выживанием. Я начну с того, что США в Шиесе у нас, где строится мусорный полигон для отходов из Москвы, было, скажем прямо, насильственное разрушение палаток активистов. Все снова сносили и снова действия против народа. Вновь власть сняла свои маски и вновь показала, насколько она никчемна. Вот Екатеринбург нам дал пример, как нужно поступать с властью, которая идет против народа. Я считаю, что с этой властью у нашей страны нет будущего. Потому что все, что делается, делается против нас. Делается, никого не спросив. И я считаю, что это недопустимо. В принципе. Потому что мы, граждане Российской Федерации, все должны стоять и отстаивать свои права до конца. И поэтому я еще раз, уже в который раз говорю, выражая вот вам недоверие президенту Российской Федерации Владимиру Путину в отставку и под суд. В отставку! В отставку! Был такой прокурор Фалилеев, которого Путин освободил от занимаемой должности. В настоящее время прокурор, новый прокурор, хорошим, Яков Евгеньевич. Прокурор-то он хороший, но не пускает на прием, не принимает и не ведет прием граждан. Я так полагаю, он, наверное, боится нас, граждан. Свиньи захватили власть. Свиньи разрушают нашу страну. Свиньи продают нам дешевые и плохие продукты, от чего мы болеем онкологией и умираем. Свиньи лишили нас большей части наших средств. И мы нищая страна с нищим населением. С населением, страдающим от болезней, от нищеты. Населением несчастным. И мы можем это все переменить. Народ просыпается и скоро, скоро грядут перемены. Я это чувствую. И также хочу, чтобы почувствовали это вы. И мы построим лучшую, справедливую, эффективную и богатую Россию в будущем. Друзья, я хочу гордиться своим президентом. Но посмотрите, что происходит. Уже половина школ закрыта, половина больниц. Самая богатая страна мира, самый нищий народ. Недавно были выборы на Украине. Я смотрю, что делает президент ихний, Зеленский. Распустил депутатов ихней Госдумы. Сказал, у вас слишком маленькое доверие от населения. Ну правильно же он сделал? Правильно. Резиденцию он сказал, пусть сюда ходят либо на экскурсию, либо они принадлежат детям. Пусть там пионерские лагеря будут. Правильно? А нам говорят, не раскачивайте лодку, а посмотрим, какие у них лодки. Это яхты за миллиарды рублей, это за наши деньги, понимаете? Они супер богатые, потому что мы супер нищие. И сейчас они нам говорят, не критикуйте нас, а то мы вас будем судить. А я говорю, нам не надо такая власть, нам не надо такой президент, где самый нищий народ. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Впереди нас ждет крах. Крах России. И что мы оставим своим детям? Задумайтесь, друзья. И мы ждем вас 12 июня, сейчас мы здесь, на Митинске. Мы здесь в Сибири живем. Туда раньше ссылали на каторгу, а мы в настоящее время живем.